Фролов должен был также сказать. Какие люди сидят у Гетмана за караулом в своих винах, тех бы он судил и карал по войсковым правам. А если из них кому-нибудь по войсковым правам будет свобода, а он боится от них вперед чего-нибудь дурного, таких присылать в Москву. Хлебные запасы в Запорожье, Киев и другие города посылать как прежде уговорено, пока описчики города опишут и по описи воеводы примут. Фролов привез из Малоруссии много разных вестей. Иван Мартынович на отпуске говорил ему тайно, что в Переславле своевольники, не желая работать и хлеб пахать, замышляют смуту. Фролов немедленно послал к Переславскому воеводе Вердеревскому спросить, что у них там такое делается. Воеводы отвечал. Гетман великому государю верен и служит в правду. Только дивлюсь я тому, для чего переписчики замешкались. Если полгода не будут, и то Гетману большая корысть. О чем в Переславль на ратушу не отпишет, все к нему посылают. Казаки Гетмана все не любят. Говорят, при наших предках у нас бояр не бывало. Он заводит новый образец. Вольности наши от нас все отходят. Да и доступ к нему стал тяжел. Полковник Переславский Данила Ермоленко говорил у меня на обеде при головах Стрелецких и при многих начальных людях. «Мне дворянство не надобно. Я по-старому казак». И ко всякому слову, за что осердится, говорит, «Казаки заведут гиль и вас поколют». Полковнику, атаману и судье идет из ратуши с города всякий день вино, пиво, мед и харч всякий. А что ему полковнику пожаловал государь город, то он говорит, «Этот город украинный, разорен весь. Стоят в нем беспрестанно казаки иных полков и кормятся по тем же жилетским людям, и мне взять с него нечего, да и не надобно, потому что и при предках наших так не повелось». Казаки в городе говорят, «Пойдем в Запороги, и не одни мы. Соберемся вместе с переславцами из других местечек и пойдем из-за порог на Гетмана». Государевых людей, которые живут в Переславле, зовут злодеями и жидами. Пролов обо всем этом дал знать Брюховецкому. Тот отвечал, что казаки поднимают такие голоса, видя везде в городах при воеводах малолюдство. «Надобно, чтобы великий государь указал в малороссийских городах ратных людей прибавить». Мы видели, что Шереметьев писал Гетману насчет поборов с городов. Брюховецкий обиделся и говорил Фролову. «Дело известно, что боярин Петр Васильевич написал ко мне об этом по чьей-нибудь ссоре. Боярин в ссоре не верил бы и уха своего на ссору не склонял. Я в доходы вступаться никогда ни в какие не буду, и с боярином хочу жить в любви и приязни. Готов, пожалуй, и слушать его. Только служа великому государю, даю знать свою мысль, чтобы малороссийского народа своевольных и непостоянных людей большими поборами вскоре не ожесточить. Пока они попривыкнут. И пока государевы воеводы и люди не возьмут их в свои руки, брать с них понемногу. А вдруг ожесточить опасно. Люди, они худоумные и непостоянные. Один какой-нибудь плевосеятель возмутит многими тысячами, хотя они и сами сгинут, а до лиха дойдет. Успокаивать будет трудно. А неприятель под боком. Стоят неприятели и запорожцы, только и думают, как бы добрых людей разорять, и, пограбив чужое имение, всякому старшинства доступить. А на Запорожье теперь больше заднепрян. Да и духовенству не всякому бы верить. Гораздо и они ссорить и возмущать от латинской своей науки, на кого нелюбье положат. Приехал Фролов в Киев. Тут начал Шереметьев говорить свои речи. Гетман Иван Мартынович очень корыстолюбив. Я было велел, переславли греку Ивану Тамару, сбирать с перевозу из проезжих людей пошлину на великого государя против обычаев прошлых лет, как он, Иван, сбирал на гетманов. Но грек Иван недавно приехал в Киев и говорит мне тайно, со слезами, что собрал он в Переславле таких пошлиных денег с пятьсот рублей. А гетман присылает с угрозами. Велит привезти к себе в Гадич тысячу рублей пошлиных денег. И грек занявший везет, а невесть не смеет, чтоб без головы не быть. Шереметьев, епископ Мефодий, полковник Дворецкий толковали Фролову одно. Чтоб переписчики спешили, а омещание этому все рады, и доходы в казну государеву платить будут без отговорки, только б казацкой старшине и казакам до них дела не было. А если переписчики к первому сентября людей угодий переписать не поспешат, то, как только Семен день придет, и гетман, и полковники, и старшина, поборы все отберут на себя, а великому государю оставят мещан на целый год нагих и ограбленных. Третьего мая в Печерском монастыре был обед. Обедали Фролов, епископ Мефодий, Печерский архимандрит, много других духовных, полковник Дворецкий. После обеда, вставшие за трапезы, взяли Фролова в архимандричью келью и пили о здоровье бояр и окольничьих. Фролов заметил, что надобно выпить из-за здоровья гетмана Ивана Мартыновича, который великому государю службою своей во всем верен, с духовными во всяком совете любви пребывает, и войску запорожскому, и всему малороссийскому народу добронравием своим и правым рассуждением угоден. «Он нам злодей, а не доброход!» — крикнуло в ответ духовенство. «Бывший в Москве, он великому государю бил челом и в статьях подал, чтоб в Киеве быть московскому митрополиту. И этим он нас ставит перед великим государем как бы неверными». Епископы некоторые и другие из духовных решительно отказались пить. Другие пили, но не согласно, как бы только поустыдясь. Фролов разведал, что статьи, в которых написано, чтоб в Киеве быть московскому митрополиту, прежде всех объявил в Киеве полковник Дворецкий, отчего у духовенства встало нелюбье Гетману. Дворецкий пристал к духовенству. Узнав об этом, Брюховецкий два раза присылал за Дворецким. Хотел послать его в Запорожье отговаривать утшатости тамошних казаков. Хотел послать его за тем, чтоб там его убили или расстреляли. Полковник испугался и стал бить челом, чтоб ему с киевским полком быть под начальством боярина Шереметьева. Последний спрашивал. «Если Гетман пришлет в третий раз за Дворецким, то отдавать ли его?» Сильнее всех продолжал высказываться против Брюховецкого старый друг его, епископ Мефодий. «Брюховецкий нам не надобен», — говорил он при всех вслух. «Он теперь принял всю власть на себя. Не только нас пред царским величеством неверными выставляет, но и старшину карает. В колодки сажает и в Москву отсылает. Новых полковников от себя по полкам рассылает без войскового приговора. Юрий Низамай, Гамалеев, Исачан и другие старшины ни в чем не виноваты. Страдают от него напрасно. А здешним людям и смерть не так страшна, как отсылка в Москву. Думаю, что иные из заднепровской старшины поддались бы государю. Да боятся погибнуть от Гетмана». Печерский архимандрит говорил, что гетманского войска казаки разоряют их монастырские маятности между Киевом и Белой Церковью. Писали они Гетману. Но он их не защищает. Дворецкий выставлял себя умеренным. Желал примирения. «Епископ Мефодий, все духовенство и я, Гетману, не злодеи и не посягатели. Мы только отводим его, чтоб до корысти был не лаком и гордость отложил. Хочется нам того, чтобы он приехал в Киев к боярину Петру Васильевичу Шереметьеву. Мы бы, обличая его в неправдах, с ним помирились и были вечной любви». Епископ Мефодий посылал в Чигирин уговаривать тамошних людей, чтобы великому государю вины свои принесли. Чигиринские жители к тому склонны, и Дорошенко говорил, что он тому рад. Да боится Гетмана, сделает его без головы или в Москву отошлет. Пусть епископ, боярин и Гетман обнадежат его грамотами, что ему лихо не будет, тогда он и станет промышлять над ляхами. Мефодий, кроме несчастного пункта о митрополите, показывал по-прежнему усердие к Москве. И, подобно Ивану Мартыновичу, не щадил своих. Советовал также, чтобы во всех малороссийских городах воеводы и родные люди жили особо в городках так, как в Нежине. Потому что малороссийского народа люди ко всему шатки. Сохрани, Боже, чтоб кто-нибудь чего не начал. А прежде всего, надо бы это сделать в Полтаве. Там люди больше всех шатки. К Запорожью близки, с запорожцами в мыслях бывают согласны. Живут советно, что муж с женою. Шереметьев свидетельствовал предгосударем, что он от епископа никакого злого умысла и плевел не видал. Но, вопреки словам Дворецкого, доносил о невозможности помирить Мефодия с Брюховецким и приводил в доказательство следующий случай. Я говорил епископу, чтоб послать в Запорожье какого-нибудь верного человека совещательную грамоту и для проведывания вестей. А Мефодий отвечал мне. Это дело самое надобное. Только в грамоте надобно спросить, отчего у них, запорожских казаков, делается шатость, не от бояр ли от кого? Я ему сказал на это, что так написать не годится. Из этого я заключаю, что между ними и вперед совета не будет. Только я о гетманских грамотах епископу, а об епископских словах гетману не даю знать, чтоб между ними ссоры не было. А ссора опасна, потому что к епископу и духовенству пристали мещане всех городов, так чтоб от их ссоры делу великого государя порухи не было. От самого Шереметьева, по рассказам Фролова, не могло быть порухи государеву делу. Как была поруха от боярина и гетмана. В Киеве на Подоле поставлены были рейтеры и на мещанских дворах, потому что в верхнем городе поставить их было негде. Мещане много раз били челом, что от рейтер теснота большая, и чтоб великий государь пожаловал, велел рейтер от них свесть. О том же просил воеводу и Мефодий. Шереметьев отвечал, что перевезти рейтер в верхний город скоро никак нельзя, потому что там дворов и изб мало, а взять изб негде, потому что около Киева все разорено. Если мещане хотят, чтобы от них рейтер вывели, то пусть дадут от себя 30 изб и переведут в них рейтер. 4 мая епископ является к Шереметьеву и приносит ему в почесть 100 рублей, чтобы рейтер от мещан велел вывести. Изб на них не спрашивал, а велел бы избы купить из государевой казны. Боярин отвечал, «Я денег не возьму, а пусть мещане отдадут их на избы рейтерские». На другой день в соборной церкви епископ стал говорить боярину, чтобы он 100 рублей себе в почесть взял, а на избы взял еще 100 рублей. Мещане этим не оскорбятся, только бы рейтер от них велел вывезти. Шереметьев велел взять у мещан все 200 рублей и купить на них избы, и, как избы поставят, перевезти в них рейтер тотчас. Фролов привез и грамоты. Врюховецкий жаловался по обычаю, что московского войска мало в Малороссии. При мне, вашего царского величества, верном холопе, войска очень мало, едва не все ваши государевы ратные люди от ноготы разбрелись. Воеводы, вашего царского величества, Миргородский, Лубенский и Прилудский, без семейного воеводства свои приехали. А хорошо бы им было приехать с семьями и со всем своим хозяйством, чтоб тамошние жители, видя воевод своих целое житье, оттого лучше крепились и в отчаянии не приходили. Гетман жаловался на воеводу Протасева, который не унимал иноземных ратников, притеснявших малороссиян. Жаловался, что стольник Измайлов, присланный для сыску обид, ничего не делает. Жаловался на Переславского воеводу Вердеревского, который зять его, Михиенко, велел бить и в тюрьму сажать безвинно. Человеку гетманскому сено косить не дает. — Все это он делает, — писал Брюховецкий, — по наущению Ивашки Фирсова, который затем в Переславле и живет, чтоб ссорить меня с воеводою. Вердеревский же всякому казаку налогу чинит, не выслушав речей. Казаки многие ропщут, говорят, что все это делается по моей милости. Полтавские казаки жаловались на своего воеводу Якова Тимофеевича Хитрово. Велит москалям коней, а стал их брать в подводы по домам. Сам стоит в доме у вдовы, начальных своих людей ставит по домам знатного товарищества, полковника, которого мы почитаем, как отца, бронит скверными словами, который товарищ придет к нему, глаза тростью выбивает, плюет или денщикам велит выпихнуть в шею. Почтительнее обходится с наложницами майоров своих или солдат, чем с женой у полковника нашего. Об наших же женах и детях говорить нечего, какие позоры терпит. Не велит у мещан подвод брать, а только у казаков. Епископ Мефодий больше всего опасался полтавцев, живших запорожцами, как муж с женой. Но бунт вспыхнул не в Полтаве, а в Переславле. В июле месяце, когда полковник Переславский Ермоленко стоял с полком своим в богушкове Слободке, казаки его возмутились, убили полковника и отправились под Переславль. Здесь побили московских родных людей и выжгли большой город. В то же время в Москву дали знать о шатости казаков в Каневе. Шереметьев и Брюховецкий немедленно приняли решительные меры. С двух сторон, из Киева и Гадича, двинулись войска к Переславлю. И здесь бунт был задавлен. Но некоторые городки на восточной стороне Днепра поддались полякам. В Москве распорядились так, чтобы перехватанные заводчики Переславского бунта были казнены в один день в Гадичи у Брюховецкого и в Киеве у Шереметьева. С известием об этом распоряжении в августе отправился в Малороссию Иона Леонтьев, который должен был также сказать Гетману, что для предупреждения казацких бунтов не лучше ли казакам в Переславле не жить, жить им за городом в Слободах, в большом городе жить мещаным, а в меньшем государевым людям. «Конечно, это будет лучше и крепче», отвечал Брюховецкий, «но теперь сейчас же этого сделать нельзя, чтоб другие города на то глядя не взбудоражились». Потом Леонтьев спрашивал у Гетмана, «чем успокоить шатость в тех городах, которые приняли к себе поляков». «На это одно средство», отвечал Брюховецкий. «Когда эти города будут взяты государевыми ратными людьми, то надобно все их высечь и выжечь и всячески разорить, так же и села около них, чтоб вперед в этих городах и селах жителей не было». Иван Мартынович был большой охотник сечь и жечь. Казаки про него говорили, «что это за гетман? Запершись, сидит в городе, как в лукошке. Шел бы лучше с войском и промышлял над государевыми неприятелями, а то только и знает, что ведьм жжет». Из Гадича Леонтьев отправился в Киев. И здесь боярин Шереметьев говорил ему, «Теперь во всех малороссийских городах казаки на мещан злятся за то, что мещане по окладам всякие подати в государеву казну хотят давать с радостью, а казацких старшин и казаков ни в чем не слушают. И подати давать им не хотят. Говорят им, «Теперь нас Бог от вас освободил, вперед вы не будете грабить и домов наших разорять». Об отношениях епископа Мефодия Гетману Шереметьев говорил прежнее, «У епископа с Гетманом совет худой, не знаю, кто их ссорит. Верен государю епископ Черниговский Лазарь Баранович, как великому государю угодно». Мне кажется, что лучше всего быть ему в Киеве на епископстве, московскому же митрополиту. Быть в Киеве никаким образом нельзя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова